Так, давайте вернемся к нашей задаче. Напомним, что мы тут считали. Мы считали количество инверсий, то есть таких пар и жи, что и больше ожитое. Как мы будем считать это количество пар? Ну, смотрите. Давайте процедура MergeSort заодно будет считать число этих пар. Это не очень удобно, потому что она уже возвращает массив, и непонятно где ей возвращать число этих пар. Это можно сделать по-разному, давайте сделаем по-простому. Давайте просто заведем вот здесь вот счетчик. Будем в этом счетчике считать число плохих пар. Ну, поехали. Что у нас здесь происходит? Когда мы запускаемся MergeSort от левой половины, он посчитает число инверсий в левой половине. Когда мы запустим MergeSort от правой половины, он посчитает число инверсий в правой половине. Осталось посчитать число инверсий, когда I лежит в левой половине, а J лежит в правой половине. И это мы будем делать внутри процедуры Merge. Как это сделать? Смотрите. Когда мы встречаем такой элемент, что элемент в массиве A больше, чем элемент в массиве B. A это левая половина, я напомню. B это правая половина, потому что мы их передаем в таком порядке. Передаем сначала left, а потом raft. То есть нам нужно посчитать число пар таких, что элемент в массиве A больше, чем элемент в массиве B. Строго больше. Строго больше. Где мы это будем делать? Если элемент в массиве A больше, чем элемент в массиве B, это происходит когда? Это происходит когда мы добавляем элемент в массиве B. Вот здесь. Давайте в этот момент увеличим наш каунт. Насколько нужно увеличить каунт? Ну, смотрите. Если мы добавили... Так. Правда, здесь... Если равно... Аккуратно смотреть равно. Если они были равны, два элемента, то мы зашли куда? Мы зашли в нижнюю половину. Давайте сделаем, чтобы если были равны элементы, мы зашли в верхнюю половину. Вот так вот, да? Да. Теперь, если A и D равно B житому, то мы зайдем вот сюда. Да. Сюда мы заходим, если A и D строго больше, чем B житый. Прекрасно. Как же нам посчитать, сколько элементов больших, чем B житый? Вот у нас есть... Мы знаем, что A и D элемент, он больше, чем B житый. Правильно? Все элементы, которые левее, чем A и D, то есть с индексами меньше, чем I, мы точно знаем, что они меньше или равны, чем B житый, потому что мы всегда заходили в эту часть. Итого. Элементы больше, чем A житый, это элементы с индексом I, I плюс 1, и так далее, до A ленф. Минус 1. Правильно? Прекрасно. Сколько же таких элементов? Ну, легко посчитать. Это A ленф минус I. Правильно? Давайте так и сделаем. Давайте, каунт увеличим на A ленф минус I. Ну, проверим, что у нас все заработало. Давайте еще раз вернемся к нашему исходному тесту. Здесь пока что такой-то очень большой тест. Давайте возьмем тест поменьше, чтобы было удобнее тестировать. Так. Запустимся на нем. Теперь нам нужно, вместо того, чтобы вводить массив, массив нам уже вводить не нужно. Нам нужно вывести только вот это вот число по считанной инверсии. Да, вот он нашел две инверсии, это правильно. Давайте дадим какой-нибудь тест посложнее. Давайте дадим, например, пять чисел, отсутствовавших по убыванию. Как вы знаете, любые два числа в таком массиве образуют инверсию. То есть инверсии будет пять плюс четыре плюс три плюс два, это сколько? Это пятнадцать. Давайте напустимся. Ой, да, обманул вас немножко. Это четыре плюс три плюс два плюс один. Это десять инверсий. Ну, действительно, она оказалась мне и меня. Десять инверсий посчитала, и все правильно. Давайте проверим, что у нас правильно работает с одинаковыми числами. То есть, например, все числа одинаковые, что у нас ноль инверсий. Да, замечательно. Есть числа по возрастанию. У нас ноль инверсий. Да, прекрасно. Вот все вроде случаи сейчас работают. Давайте проверим на большом тесте еще раз. Сгенерируем большой тест. Получился какой-то прекрасный большой тест. Запустим на этом большом тесте нашу программу. Вот, видим, что есть легкая проблема. Он насчитал отрицательное число инверсий. Как вы, наверное, уже понимаете, это происходит из-за того, что у нас переполняется счетчик. Почему переполняется счетчик? Потому что число инверсий, оно бывает размера порядка квадрата от размера массива. Размер массива у нас порядка 100 тысяч. Вообще 100 тысяч в квадрате это больше, чем влезает тип int. Поэтому счетчик нужно сделать типа long. Запустимся. Да, видите, стало намного лучше. Вот у нас посчиталось, что инверсий в огромном массиве за 100 миллисекунд. Давайте, как обычно, попробуем отправить нашу программу на проверку. Для этого нужно, опять же, скопировать ее в корневой пэкэдж. Назовем ее main. Скопируем в корневой пэкэдж. Да. После чего уберем у нее ввод из файлика. Для этого мы используем буферидридер. Тут нужно писать немножко хитрее. Тут нужно писать буферидридер от new input stream reader. Очень длинные названия, но они, на самом деле, очень понятные. От system in. Ну, так и логично. System in — это input stream. То есть, такая штука, из которой можно считать поток байтиков. Input stream reader умеет поток байтиков преобразовывать в что-то человеческое. А буферидридер буферизованно читает. То есть, как бы, в целом все понятно, но получается довольно громоздко. В целом, не очень страшно. Так. Убираем, как обычно, вот наш вывод времени работы. Так, больше ничего не забываем. Проверяем на тесте, что все работает. Копируем тест, запускаем. Да, вот двойка выбилась. Все, мы готовы. Давайте пробуем отправить. Выбираем жабу 8. Копируем нашу программу. Запускаем. Пойдем. Вот опять она не успела. Давайте сегодня мы страничку. Зашло. Замечательно. Поздравляю вас. Мы посчитали число инверсий. Теперь давайте подумаем, как бы оптимизируем нашу программу с точки зрения выделяемых массивов и количества памяти. Потому что мы сейчас на каждый чих выделяем лишний массив. Это вообще не очень хорошо. У нас вот здесь выделяются два массива. Вот здесь выделяется лишний массив. Когда у нас размер массива 100 тысяч, это не очень страшно. Видимо, все у нас помещается в кэш. Но если будут массивы большие, то с этим могут возникнуть всякие разные проблемы. Поэтому давайте научимся делать это более оптимально. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!